11.08 в Кирове, дневной разворот, Николай Голиков и Юлия Афанасьева. Вначале, Николай, я предлагаю тебе представить тему второго часа. Тема крайне любопытная, на мой взгляд. У нас в гостях будет Константин Бажин, проектор ВИАДГО по стратегическому развитию проектной деятельности. Будем говорить о том, что Национальный фонд подготовки кадров выделил деньги на реализацию проектов студентов нашего опорного вуза. Что будем реализовывать? Ну, а в первом часе мы поговорим о будущем нашего города. У нас сменился глава администрации, сменилась глава города. И вот недавно Елена Ковалева предложила жителям города Кирова объявить борьбу с беспорядком. Это очень интересная цитата, мне очень понравилась, да, между прочим. Можно я от первого лица так сказать? «Невозможно возле каждого здания на каждом тротуаре поставить дворника». Мне крайне эта фраза понравилась. «Чтобы подбирал мусор за недобросовестными гражданами, никто, кроме нас самих, не наведет в областном центре порядок. Прошу всех кировчан проявить гражданскую позицию и не нарушать правила благоустройства. Давайте объявим повсеместную борьбу с беспорядком мусором». Это Николай сейчас процитировал главу города Елену Васильевну Ковалеву. И сегодня, собственно, мы поговорим о том, как же сделать наш город чистым. И говорить мы будем с активистом движения «Красивый Киров» Анатолием Курбатовым. Анатолий, добрый день. Добрый день. И Игорем Багиным, его коллегой, также активистом движения «Красивый Киров». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем по телефону сегодня подключать экспертов в этой теме. Но сначала, наверное, давайте проанонсируем наш опрос. Итак, мы вас сегодня спрашиваем, при каких же условиях Кирове станет чисто. Несколько вариантов ответа вам предлагаем. Станет чисто, если кировчане проявят гражданскую позицию и не будут мусорить. Если пополнят штат дворников. Если администрация будет проводить разъяснительную работу с населением. Если круто повысятся штрафы, как в Сингапуре. Чисто в Кирове не будет никогда. И последний, шестой вариант. Со временем все наладится. Само собой, да, рассосется? Само собой рассосется. Ну, я думаю, первый вариант это то, что ответит у нас сейчас городская администрация. Потому что он практически повторяет фразу Елена Васильевна. Толь, а какой вариант вот твой был бы? Ну, я в вашем вопросе проголосовал, что надо повышать штрафы. Штрафы. Игорь? Аналогично. Даже может не повышать, а вводить практику. Их все-таки работоспособность. Потому что штрафы, наверное, есть, но их по ней просто не будут. Ну, в принципе, да, у нас предусмотрены штрафы за нарушение правил благоустройства. Но меня никогда не штрафовали, вот честно говоря. Есть фраза о том, что жесткость российских законов компенсируется необязательностью исполнения. Ну, то есть вы все-таки полагаете, что надо жестче к этому делу подходить? Ну, нет, надо подходить комплексно. Но штрафы – это одно из тех средств, которые мотивируют людей не мусорить. Но, опять же, если Елена Васильевна говорит, что каждому кировчанину дворника не представишь, милиционера тем более, полицейского тем более не представишь, по-моему, у нас все вместе дворника. Ну, мы живем в современном мире, у нас есть видеокамеры и другие средства. Идентификации правонарушителей? Да. Вы знаете, мы недавно с коллегами рассуждали о правилах дорожного движения и их нарушений. И вот мы пришли к такому мнению, что через несколько лет, если ты превышаешь, например, разрешенную скорость, то у тебя прямо автоматически во время поездки с карточки будут списываться деньги. Мне кажется, что… А из бака будут сливать бензин автоматически во время поездки? Ну, нет, я надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Ну, то есть тут такой же механизм надо продумать. Где-то что-то выбросил. Да, я бросаю окурок, а пока он летит, я чувствую, как моя банковская карточка мне сообщает. Там минус 500, да? Николай, вы оштрафованы. А карательные меры вообще действенные? Ну, если смотреть в Европе, то да. Там только через штрафы только к этому все и пришли. Ну, мы-то не в Европе. Мы как раз в Европе. Мы в Европе, да? Я имею в виду сейчас нашу ментальность. Ну, по крайней мере. Ну, мы же не хотим жить в грязи. Мы же не хотим… Ну, мы хотим жить в чистоте. Какая тут ментальность, какая-то другая. Не, ну, в принципе, смотри, Игорь, на самом деле все люди хотят жить в чистоте. Ну, естественно, да? Ну, кроме тех, кому все равно на их меньшее число. Да, я просто… Ну, тем не менее, есть города, которые чистые, есть города, которые называются Киров. Ну, да. И вот сейчас, смотря на Киров, я не вижу, допустим, горы мусора. Где-то в центре города я вижу горы грязи, которые остаются от песка. То есть, ну, кого мы будем тут штрафовать? Явно не люди выходят и песок кидают на улицу. То есть, от этого грязь вся появляется. У нас грязь сейчас основная, вот если посмотреть, да, на самом деле, вот следы дорожно-строительных работ и следы осени, то есть листья, листва в огромных количествах. Ну, листва – это не мусор, на самом-то деле. А что это? Их не надо убирать. Их не надо убирать? Надо оставлять? Да. Я это впервые слышу, но ладно, я согласен с этой мыслью, да. Ну, их, наверное, надо оставлять там, где земля, а не там, где асфальт. Ну, да, да. Чтобы они, так сказать, естественным порядком разлагались и удобряли нашу землю, но асфальта они никак не удобрят. Да. Ребят, вот вы реализовали очень много общественных проектов в нашем городе. Был ли один из ваших проектов, ну, каким-либо образом направлен как раз на чистый город? Ну, да, это как раз сайт «Красивый Киров», ну, вот сервис, через который можно было легко отправить обращение в администрацию на замусоренную территорию, грязь на тротуаре, на дороге и так далее. И таких обращений, ну, вот, статистику я недавно посмотрел, не знаю, ну, больше тысячи, наверное, ушло в администрацию за время работы сайт. С февраля 2014 года он работает. Ну, и... А вот какая-то обратная связь, вот обращение ушло в администрацию, а из администрации какие-то действия вот как-то отслеживали? Ну, процентов 30-40 проблем было решено. То есть решалось, да, вот по этим обращениям какая-то работа проводилась? Да, конечно, ну, свалки, по-моему, регулярно убирали территорию, тоже очищали от мусора. Ну, на самом деле, решено, что проблем там больше, чем 30-40 процентов, это просто люди потом не ленятся, возвращаются и делают фотоотчет, что как бы проблема решена. Вот, а по поводу грязи, Игорь правильно сказал, что у нас город довольно чистый по большому счету. Если брать на мусор, как бы, который... Ну, бытовой. Да, который бытовой. У нас грязь, она другая. Это не мусор все-таки, это все-таки грязь. Это тот песок, который завозят тоннами зимой, как бы, в мусоре города, да. Это те тонны грязи, которые стекают с газонов, потому что они у нас неправильно устроены. Это те тонны песка и пыли, которые там с этих же газонов летят, потому что у нас выстригают траву, которая не успевает там провести, да, у нас проплешина вместо газона. То есть это вся такая грязь, за которую надо штрафовать не жителей, а тех, кто занимается благоустройством в городе Кирилл. Ну, вот смотри, здесь предложение от главы города звучит, ну, по большому счету так. Ребята, давайте все возьмем метлы, лопаты, выйдем, да, и вокруг себя приберем, и у нас будет чистый город. А потом мы зимой приедем, и песка снова навалим, и мы снова выходим. Нет, можно просто делать правильно, и эта грязь просто не будет образовываться. Делать правильно это как? Ну, это делать, значит, газоны ниже уровня тротуаров, чтобы при дожде, там, при осадках все стекало в обратную сторону, а не как сейчас. Это заменить песок и песко-соляную смесь зимой на какие-то другие средства. На более современные реагенты, да? Да, или оставить их только там на подъемах, а не как сейчас посыпают ровным условием все улицы, ну, от этого смысла никакого нет, да? Потому что машина все равно ездит на шинах и на шипах, и от песка там только капель и грязь, да? Это не выстригать газоны, которые состоят там из луговых трав, потому что не успевают там дать семена, и в итоге там у нас вместо газон получается пылеобразующая просто как бы вещь, там, ветром выдувается вообще на все. Не убирать листву с газонов по осени, чтобы она как раз удобряла траву, чтобы в траве было из чего расти. Ну и другие-другие такие вещи, которые, в принципе, они банальны, они известны, они приписаны на нормативах у нас российских, но почему-то у нас территория Кирова никак не совсем соблюдается. Вот давайте мы на этом прервемся на небольшой перерыв. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня объявленную Еленой Ковалевой борьбу с беспорядком в городе с активистами движения Красивый Киров Анатолием Курбатовым и Игорем Багиным. На небольшой перерыв сейчас уйдем, очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир, это Дневной разворот. Николай Голиков, Юлия Афанасьева. Юлия Афанасьева, да. Да, сегодня мы обсуждаем объявленную мусору борьбу в городе Кирове. Очередную борьбу мусору, которую объявил новый глава города Елена Васильевна Ковалева. Вот мы здесь как раз вот перед тем, как уйти на маленький перерыв, вот Анатолий, наш гость Анатолий Курбатов, активист движения Красивый Киров, он, так сказать, систематизировал тот мусор, который, собственно, создает вот эту вот некомфортность на улицах. И вот получается так, что по этому списку частное лицо, то есть я там, Юля, или ты там, никто. Мы не можем ничего исправить. Мы можем, да, поднять бумажку брошенную там каким-нибудь школьником, да, и убрать ее. Ну, то есть мы можем что-то поднять и сами не бросать. Мы можем очень мало изменить в этой картине, да. То есть основная работа все равно это надо изменить подход самой администрации к тому, как планируется, как делается город, как проводится в нем там обслуживание дорог зимней и так далее. То есть по большому счету получается, что это посыл такой от главы города, он очень мало что может изменить. — Совершенно ничего, мне кажется. — Какой-то стандартный посыл при вступлении в должность? — Да, какая-то типичная речь, ну, допустим, есть какие-то люди, которые мусорят, они каким-то образом зашли на сайт администрации или я не знаю, где они могли этот посыл. — Ну, в средствах массовой информации там почитать. — Да, допустим, так. — В бесплатной газете, например. — И я сомневаюсь, что как-то эта речь не очень она такая мотивационная, как-то она на них повлияет, что человек одумается и в следующий раз не бросится курок там мимо урны. — Ну, вот в этом плане, мне кажется, совершенно не рабочий какой-то инструмент этот месяч. — Вы это не воспринимаете как какое-то перекладывание ответственности? — Да, мне кажется, есть в этом что-то. — Нет, ну, мне вот не знаю, вот я тут вмешаюсь, вот разговор о том, что к каждому кировчине дворника не представишь, но дворники-то ведь должны в городе быть. — Так они у нас есть. — Да, насколько я понимаю, если там спросить любого там бургомистра или мэра там нормального городка небольшого в Европе, то там вообще-то дворники наводят порядок. — Да, конечно, ну и не надо каждому жителю дворника представить. — В том числе, да, дворники, они представляются к территории, а не к людям. — Ну, на самом деле, вот проблема там в правилах благоустройства, которые утверждают эти же депутаты, председателем Думы, вот, которая является... — Например? — Которые будут полностью переработаны в ближайшее время. — Ну, например, проблема была, вот, сервис, когда у нас работал, ну и работает сейчас, люди отправляют обращение на замусорную территорию, именно во дворах, допустим. Но приходит из администрации ответ, что не могут в администрации повлиять на собственников многоквартирного дома, чтобы они соблюдали правила благоустройства. — Ну, дворовая территория, она как бы не является муниципальной. — А кто тогда должен соблюдать правила благоустройства, значит, собственники своих многоквартирных... — Ранее они могли, но они убрали целый там пункт. — Да-да-да, вот зачем-то убрали пункт, то есть теперь собственники каких-то территорий могут правила благоустройства нарушать. Вот это странно, а кто тогда их должен соблюдать, администрация? — Ну, с другой стороны, получается, загадочно, то есть, да, эта территория не муниципальная, соответственно, мы за нее не отвечаем, и получается так, что вот на этой территории можно нарушать правила. — Ну, также вот у меня было, я тоже отправлял обращение, у цирка была там огромная лужа, рядом с кафе «Кабанчик», как раз по дорожке к туалету. Я написал в администрацию обращение, мне сказали, что это территория цирка, и мы тут никак не можем повлиять. — Это федеральная земля, да, пусть федералы приезжают с лопатами. — Да, кто должен требовать соблюдения правил благоустройства, разве не администрация? Почему мне пишут вот такое письмо странное? Ну, после этого они вроде бы как бы потребовали отремонтировать. — В принципе, да, вот это вот нормальный подход, то есть даже если земля не твоя, то от ее собственника можно потребовать, по крайней мере, применить к нему какие-то станции. — Они у себя забрали инструмент требования от собственников. — Так сами и у себя, да? То есть вы думали, что легче будет? — Для этого правила и существуют, так же, как правила землепользования и застройки, то есть есть территория, у которой есть собственник, и к нему применяются вот какие-то требования, что дом ты можешь построить вот такой высоты, такой плотности и так далее. Тут, в общем, все одинаково должно быть. — Знаете, каждый человек, который был в Европе, наверное, обращал внимание, что даже когда там отвратительная погода, льют дожди и вот такая вот серая, кировская, достаточно грязная осень, даже если ты ездишь на белой машине, там, неделю по дождливой Европе, она чистая. — Ну, я вам об этом, собственно, и рассказал, как так делается в конце первой части программы. — Да, да, мы об этом говорили, конечно, что песко-соляная смесь. — По поводу бытового мусора, как раз в Амстердаме, допустим, если выйти на улицу в 4 утра или в 5 утра, мы там увидим, что все улицы завалены пакетами с мусором, ну просто нереально, такого даже я в глубокой деревне, в Кирове такого я точно не встречал, но выходят дворники в 6 утра и все это убирают спокойно, и все становится сейчас. — Это, в принципе, в любом городе после конь крупного события, там, понятно, не пройдешь везде завалено, там, пластиковыми бутылками, пакетами, но через 2 часа ничего не остается. — Да, у них вот такое, видимо, каждый день, ну а вот песка как раз, там действительно нет, ну, нет смысла даже брать, там, за пример европейские какие-то города. Я прожил сейчас полтора месяца в Санкт-Петербурге, еще около месяца в Москве, там нет на обочинах пыли, нет грязи никакой, то есть там можно так же... — То есть даже в пределах европейской части России эти вопросы можно, оказывается, решать, не обращаясь к жителям с такими пламенными периодами, да? — Конечно. — Ну, а, ребят, вообще есть вот какая-то надежда, что в Кирове что-то поменяется в плане благоустройства с новой властью? — Да, мне кажется, сейчас его тоже я видел в новостях, что собираются там какие-то комиссии будут перерабатывать правила благоустройства, брать за примеры правила, лучшее правило самых чистых городов России. — Самых чистых городов, да благо их вокруг довольно-таки много чистых городов. — Да, ну, может быть, надежда на лучшее есть, конечно. — Ну, то есть мы как уже можно к началу программы вернуться, видимо, все-таки догадаются еще ввести штрафные осанкции соответствующие, да? — Да, надеюсь. — Вы знаете, наша коллега, главный редактор «Эхо Кирова» Светлана Занько вчера пообщалась по телефону с Вячеславом Симаковым, главой Первомайского теруправления города Кирова. Как раз она с ним говорила о том, что же нужно сделать в Кирове, чтобы стало чисто. Мы сейчас попросим нашего звукорежиссера эту запись включить. — В наш адрес поступает обращение горожан. Каждое обращение рассматривается индивидуально. В основном связано это с недобросовестным отношением обслуживающих и управляющих компаний. Ну, и очень часто люди, в принципе, не интересуются своими правами, что для них должны делать, как должны делать, и даже не знают, к кому обращаться. Потому что очень часто задаем встречный вопрос, кто вас обслуживает, они даже этого не знают. Поэтому инициируем встречи с населением и как раз доводим всю информацию об их правах. Ну и стараемся подсказывать, конечно, каким образом поступать в данной ситуации. Если брать пример конкретно по седоровке, то есть там есть обслуживающая организация, которая практически ежегодно меняет названные именования, то есть юрлицо меняется, а в принципе это из года в год один и тот же собственник. И жители все время недовольны его работой, но никаких шагов не предпринимают для того, чтобы спросить или поменять. А что из себя представляет седоровка? Это почему там проблемная точка? Проблемная точка... Значит, до сегодняшнего дня нет ни одного заключенного договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Люди, весь мусор, который у них образуется, они складируют на своих территориях. Это касается многоквартирных домов. Там есть такие самодельные деревянные короба, в которые они складывают этот мусор уже целый год. И частный сектор. На тачках вручную они этот мусор выносят на земли общего пользования, за свои территории. И вот уже сейчас это такое стихийное бедствие получилось, что там огромный завал этого мусора. Мы сейчас стараемся инициировать. Уже несколько встреч было проведено с населением. То есть совместно будем ликвидировать эти свалки. Понятно, что на дворовых территориях мы не сможем бюджетными средствами работать. Но в данном случае мы договариваемся со специализированными организациями, которые занимаются транспортировкой и утилизацией бытовых отходов. Жители в Сидоровке по-прежнему не хотят заключать договоры? Нет, ситуация уже изменилась. Порядка 40% договоры подписали. Единственное, что и жителям, и нам было бы проще, и обслуживающим, и организациям, которые занимаются вывозом бытовых отходов, им, конечно, проще заключать договор не с каждым жителем поселка. Там более 900 человек проживают. А с обслуживающей организацией, которая сейчас там находится, она как бы от этого ушла, срочка из договора у них ушла, и все, они не предпринимают никаких шагов по заключению этих договоров. В принципе, со спецавтохозяйством мы взаимопонимание нашли. Не интересуют жители, извините, Вячеслав Николаевич. Все-таки правильно я вас поняла, что можно работать с жителями, и жители готовы платить деньги и заключать договоры. Да, с жителями можно и нужно работать. Но чего им не хватает, чтобы самостоятельно решить эти вопросы, это не знание ни своих прав, ни своих обязанностей. Да, да, да. Спасибо большое. Ну, кстати, тоже интересная сторона вопроса, да, ведь когда говорят о порядке на дворовой территории, то обычно у владельцев есть договор с управляющей компанией, и там как бы предполагается некий дворник-то. Ну, конечно, и вести нет. Ну, нет, ну, бывает такое, что он предполагается, но его просто фактически нет, да. И как бы все на это внимание не обращают. Ну, нет и нет, хотя мы там платим эти три копейки за его содержание, но, тем не менее, порядка он не наводит. Ну, если бы у людей была альтернатива, или заплатить три копейки, чтобы убирались вовремя, или заплатить 500 рублей из штрафа за то, что, как бы, ты замусорил, я думаю, что все бы выбирали дворников, и дворники были бы везде, чего сейчас нет. Ну, эта сторона-то, опять-таки, точно не требует вовсе того, чтобы я хватался за метлу, мне скорее надо все-таки позвонить в свою управляющую компанию. Пожалуйста, ребят, почему у нас на дворе бардак? Ну, конечно, да. Ну, правильно, с одной стороны, Руслан Владимирович сказал, что у людей нету часто понимания, куда позвонить, кому обратиться, проще вот с друзьями там, ну, да, это обсудить, но порадует сам факт того, что люди больше стали писать в администрацию, обращаться, то есть, все-таки, может быть, не знают конкретно, куда они обратиться, но надеются, что администрация может решить их проблему. Ну, то, что люди обращают внимание на какие-то непосредства в городе и так далее, это уже хорошо, то есть, нужно больше обращать внимание. Ну, судя по тому, что рассказали про Сидоровку, там просто невозможно не обратить внимания, там, как это, система вывоза мусора до такой степени интересная, что там ее просто видно, да, она, видимо, уже реально решает. Ну, там в Думя, в Цыганах, в Мирном, везде одна и та же ситуация. Ну, конечно, везде свалки не санкционированы. Ну, то есть, вот эти-то вопросы, которые связаны со свалками, не решаются вот таким образом, да, то есть, надо... Они никак не решаются, они из года в год, как бы... Нет, ну, решать их надо каким образом, то есть, надо обращаться... Город, вот и все. И надо заключать договоры на вывоз, как я понял, твердых бытовых отходов, да? То есть, просто люди их не заключают, эти договоры? Да, да. Ну, и тут как раз проблема, вот это штрафами, скорее всего, эффективнее будет. Ну, я опять же слышал, что собираются вообще на федеральном уровне ввести обязательный порядок заключения таких договоров, что человек... Мы уже ввели. Ввели уже, да. Ввели уже, да. С этого года работают. Уже работает такая система, но ничего не меняется? Нет, наш июнь немножко подзаморожен, просто еще год. То есть, еще пока не... С следующего года только начнется. Так, коллеги, у нас есть на связи наш эксперт Тамара Яковлевна Ашихмин, член Общественной палаты Кировской области, профессор ВИАДГУ, заведующая лабораторией биомониторинга КОМИ научного эксперта Института биологии Уральского отделения Российской академии наук, кандидата химических наук, доктор технических наук. Это все про Тамару Яковлевну. Добрый день. День добрый. Тамара Яковлевна, мы обсуждаем сегодня объявленную борьбу с беспорядком в городе, которую объявила наш новый глава Елена Васильевна Ковалева. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как химика, эколога, насколько все плохо сейчас в Кирове? Ну, конечно, движение идет в этом направлении. Многое делается, но проблема, конечно, очень актуальная и серьезная. Вот вы знаете, я много думала о том, как же нам все-таки привлечь население вот по-настоящему, ну, по работе с нашими отходами, которых каждый день накапливается сотни килограммов. Вот то, что Елена Васильевна обратила внимание всех горожан, что будет борьба, можно сказать, с теми, кто негативно к этому делу относится и, в принципе, сбрасывает, выбрасывает и так далее. Вот я думаю следующее. Вот мое конкретное предложение. Я думала об этом долго. Надо сделать, ввести правила обращения с отходами для населения города Кирова. Их разработать, утвердить, через все средства массовой информации довести до населения. Вот поверьте, многие не знают, что, куда, чего и как класть, во-первых, и как их собирать. Вы сейчас просмотрел в Кумузо. Вот эта штука, как говорится, вот эти правила, я даже сравнила это со своим рабочим кабинетом химическим, куда мы приходим со студентами и должны вести порядок в этом кабинете и, уходя, даже вымыть руки все. Так вот, в этом направлении каждый горожанин должен принять участие. И вот у меня такой девиз, мне кажется, вот если бы вы меня поддержали, значит, Елена Васильевна, вот, хочешь жить в красивом городе, начни с себя. То есть каждый должен к этому, ну, иметь отношение. Каждый должен знать, что, куда, чего и как положить, бросить там, собрать и так далее. Вот, конечно, большая роль здесь принадлежит семье, на мой взгляд. Вот, пример взрослых в каждой семье, он, конечно, для младших, для своих детей, внуков, он должен быть действительно настоящим примером. И уже прямо с первой спички, после того, как ее надо выбросить, значит, ребенок должен знать, куда ее положить и для чего она. Потом, я думаю, что большая роль здесь принадлежит школе. Все-таки, как много проводили воспитательные работы наши уважаемые классные руководители с родителями, с учениками. Вот здесь, мне кажется, надо не один классный час, надо ввести в систему проведения классного часа по тематике, вот, наш чистый город, начни с себя. Вот, мне кажется, таким образом. Тамара Яковлевна, ну вот смотрите, вы говорите о бытовом мусоре, о том, который, как бы, ну, люди сами распространяют. Вот мы обсудили, у нас город в основном захламлен вещами техническим, песком, который остался от зимнего отслуживания дорог, там, грязью с газонов, которая стекает, потому что газоны выше тротуаров и неправильно устроены. Вот с этим-то что делать? Это ведь люди не могут сами изменить. Ну, тут, конечно, должно быть, все проходить на профессиональном уровне, это городские службы, коммунальные службы должны следить за этим. Ну, еще вот в этом направлении, я тоже вот имею свое мнение собственное, когда еще работала в горкоме партии, помню, мы распределяли каждую часть дороги, каждый участок, значит, каждый микрорайон за предприятиями. Сейчас это у нас ушло. Ну, почему ушло? Наверное, надо бы это возродить. Потому что, понимаете, от одних только городских властей ждать, что все будет хорошо и чисто в городе, и будет порядок, не получится. Я думаю, что здесь должны и предприятия, и малые организации участвовать в этом деле. Ну, и, конечно, система экологическая нашего Министерства охраны окружающей среды. Мы на общественном совете тоже обсуждали этот вопрос при Министерстве охраны окружающей среды, и считаем, что наш вклад здесь тоже должен быть особый. Тамара Яковлевна, вы не считаете, что если на предприятия повесить еще и дороги, то бизнес в регионе просто загнется, потому что они уже спасали команду Родина, они уже занимаются цветниками и благотворительностью занимаются, к ним все ходят. И чем только не занимаются, какую общественную нагрузку только не несут, и еще и налоги платят. Ну, вы знаете, ведь эта функция им всегда принадлежала. Они всегда это делали. Да вы знаете, еще в советские времена за ними были закреплены детские садики, школы, дома культуры и так далее. Сейчас они ушли от всего этого. Мне кажется, вот именно наш чистый город, ну как предприятие не должно вокруг себя, в своих микрорайонах, за этим делом следить и помогать и делать, вклад свой делать. Ну что же, спасибо вам большое за ваше мнение. Это была Тамара Яковлевна Ашихмина, член общественной палаты, профессор ВИАДГУ. А сейчас мы уходим на небольшую рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это Дневной разворот. Николай Голиков. Юлия Афанасьева. И мы сегодня говорим о борьбе с мусором в нашем городе, которую объявила Елена Васильевна Ковалева. Недавно она предложила кировчанам последить самим за собой. Проявить гражданскую позицию. Да, проявить гражданскую позицию. И не нарушать правила благоустройства. И только что буквально в нашем эфире Тамара Яковлевна Ашихмина, член общественной палаты Кировской области и профессор ВИАДГУ предложила, во-первых, вести разъяснительную работу с населением. И не только с населением, а вести вот этот курс такой вот благоустройства в школы, в детские сады, то есть в семью, чтобы постоянно вот с самого начала молодые люди заботились, озабочивались этим вопросом. Кроме того, Тамара Яковлевна вспомнила, как это все было устроено раньше, когда каждое предприятие отвечало за определенную часть дороги и, соответственно, все было гораздо лучше. Тамара Яковлевна немножко идеализировала тот период, потому что я тоже жил в то время. Каждое предприятие, безусловно, отвечало за благоустройство микрорайона, но при этом оно это делало не безвозмездно. То есть ему это все компенсировалось из бюджета. У нас была плановая экономика, там по-другому быть не могло. У нас сейчас есть на линии слушатель наш. Добрый день. Алло, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Это Александр. Александр, у вас есть какой-то комментарий к нашей теме, да? Да, комментарии по этому поводу. Вот вы знаете, конечно, мне очень нравится новая глава нашего города. Во-первых, она поднимает очень интересные вещи. Вот благоустройство, чистоту города, транспорт. Это очень насущно. Но я хочу сказать вот о чем. Насчет благоустройства и чистоты города. В смысле тротуаров, дорог и так далее. Вы понимаете, вот если взять опыт за границей. Вы понимаете, там, если назвать вот эту специальность, которую убирают улицы, дворники, наверное, да, называется? Вы понимаете, это очень престижная специальность за границей. Очень престижная. Во-первых, она очень высоко оплачивается. Вы понимаете, там целые мафии этих. Там попробуй в какой-то стране, там, например, турецкая мафия. Она захватила вот, например, вот этот участок уборки улиц. Туда просто человек не попадет. Это очень высоко оплачивается. И они убирают, они очень держатся за эту работу. Вот когда наши дворники, когда эта специальность будет высоко оплачиваемая, вы не поверите, город будет как стеклышко чистый. Потому что будут все бежать в эту специальность и убирать хорошо улицы. Но вы же понимаете, что этого не произойдет никогда. Почему? Почему никогда? Вопрос такой сразу, почему никогда, если на самом деле дворник может быть вполне высоко оплачиваемой профессией. Почему? Да, потому что мы живем с вами во время, когда денег нет, но вы держитесь. И нам это говорят. Нет, вы понимаете, понимаете. Это не произойдет, но почему никогда-то уж, Юль, зачем так? Девушка, если мы будем вот так, значит, любую проблему говорить о том, что денег нет, у нас вообще ничего не будет. Вот как-то был разговор о фасадах, кстати, новая глава города тоже поднимала вопрос о фасадах зданий. Вы помните, да? Да. Вот недавно была передача. И был Долгополов такой, начальник каждого октябрского района. Да. И я позвонил и говорю, ну вы посмотрите, я проезжал район Вепсе, там же страшные дома. В страшном состоянии, просто в страшном. Я говорю, а почему завод не может помочь и отремонтировать фасады? Долгополов, вот заодно это его надо убирать с работы. Он говорит, нет, это уже частная собственность, пусть это частники. И я так представил, как старушки, собираются во дворе дома, по трешке складываются и приглашают строителей, технику и ремонтируют вот эти здания. Нет, если мы будем сейчас говорить о том, что деньги, 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 деньги должны быть найдены. Хорошо, Александр, спасибо. Ваша позиция понятна, Александр, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Я насчет фасадов хотел бы уточнить, что действительно фасады, они должны принадлежать городу, а не жителям. Но жителям всей коммунальной системы, внутренней инженерной сети, а фасады, они должны принадлежать городу. Нет, это немного неправильно. У города должно быть право влиять на внешние фасады. Ну да, либо так. В любом случае, когда город заинтересован в том, чтобы здания выглядели красиво. В тех же правилах благоустройства, то есть это надо отдельно отмечать. Если брать спиртовые города России, во многих городах уже введен дизайн-код, и то насилие вывесок рекламных и прочего мусора. Но у нас зачастую эти вывески просто прикрывают срам, собственно говоря, если ее убрать, то там еще страшнее станет. Они не организуют срам, на самом деле. Вы знаете, у нас есть на линии еще один эксперт, это Андрей Усенко, вице-президент Торгово-промышленной палаты и член Общественной палаты Российской Федерации. Андрей Леонидович, добрый день. Алло. Так, есть у нас на линии наш эксперт или нет? Пока, видимо, связь не получилась. Да, звонок сорвался, но я думаю, что мы через минуту попробуем набрать его еще раз. Ну здесь смотри, вот еще одно предложение. Дизайн-код. Нет, даже я не понимаю по тому, кто звонил человеку. То есть если суммировать то, что предлагают слушатели, получается, что опять же он говорит, что надо платить больше дворникам, по-русски говоря, он сказал. Так, да? Платить больше дворникам, и они наведут порядок. То есть опять человек звонит и опять говорит, что сами по себе жители порядка не наведут. Почему? Надо как-то вопрос решать по-другому. Надо платить дворникам. Надо там до этого, сказали, привлекать предприятия. Есть очень много примеров, где при одной и той же управляющей компании, при одних и тех же домах в одних дворах красота и порядок, а в других, как бы, ну, свинство. Ну, жители просто не все понимают. Ну это хорошо, это ты говоришь про дворы. Мы выйдем за дворы, за пределы дворов, выйдем на тротуары, да? Вот мы в перерыве, хорошо это правильно сказал, что, собственно, лужи на тротуарах, это ведь что? Это не признак осени, это признак некачественно сделан тротуар. Да, то есть плохо сделан тротуар, он крошится сам по себе. Мы же видим, какие у нас тротуары, там они же из камней состоят, из шлака там и нижних слоев. Да даже когда они стоят из асфальта, они сделаны вот так качественно, что... Собственно говоря, вот эти лужи, которые аккумулируют ту самую грязь, ту самую пыль, тот самый песок, который мы потом аккуратненько разносим дальше по всей территории. То есть это же, опять же, вопрос, который жильцы не могут сами решить. Это уже тротуары, это уже не собственность дома. Так, отлично, дозвонился наш редактор до эксперта. Еще раз представлю Андрей Юсенко, вице-президент Торгово-промышленной палаты и член Общественной палаты Российской Федерации Андрей Леонидович. Да, добрый день, коллеги. Добрый день. Мы сегодня обсуждаем борьбу с беспорядком в городе, который объявила Елена Васильевна Ковалева буквально недавно. И в первой части нашего эфира эксперт и член Общественной палаты Тамара Яковлевна Ашихмина внесла такое предложение. Пусть предприятия обеспечивают порядок. Вот хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Можно ли этим решить проблему? Если речь идет о том, чтобы на предприятие переложить обязательство задержать в город чистоте. Именно об этом? В общем, достаточно странная получается конструкция, потому что это обязанность администрации города. Обязанность предприятий вести социально ответственный бизнес и платить налоги, собственно говоря. В городской казну. Да, из которых формируется бюджет, который обеспечивает выполнение. Конечно, все мы и жители города, и предприятия, которые здесь работают, можем вносить свою лепту и должны ее вносить как минимум поддержанием чистоты на своей территории, вокруг себя. Но в формате обязательности и перекладывания обязательств по содержанию города в чистоте на коммерческие предприятия, я думаю, что это не та конфигурация, которая должна работать. Андрей Леонидович, а вот что нужно сделать для того, чтобы, во-первых, в городе было чисто, не было мусора? Это раз. И, во-вторых, для того, чтобы избавиться от вездесущей пыли, от песка, которым посыпают дороги зимой? Ну, на первый вопрос, собственно говоря, там два ответа. Надо, первое, убирать, а второе, не сорить. И вот здесь... Что первично? Ну, это сложный диалог насчет того, что первично, потому что есть такой эффект, так называемых, разбитых окон. Если в заброшенном здании разбить одно окно, то через достаточно короткое время все будут разбиты. Поэтому если в городе будет чисто и будут убирать, то будут меньше сорить. Но вот здесь как раз надо говорить об обязанности предприятия и граждан не сорить, что называется, и обязанности администрации убирать. Вот, наверное, такая конфигурация будет правильной. Предприятия и граждане берут на себя обязательства. Ну, стараются не сорить. Стараются не сорить, да. А администрация старается прибирать. Администрация прибирает и выполняет свой ответ. Ну, а что касается пыли, в общем, как бы достаточно понятный ответ на вопрос. Если мы всю зиму сыпем песок на дороге, а потом все лето пытаемся его убрать, то это совершенно бесконечный процесс. Надо переходить все-таки на современные реагенты, которые позволяют бороться с снегом и наледью без использования песчаной смеси. Спасибо вам за ваш комментарий. Это был Андрей Юсенко, вице-президент торгово-промышленной палаты. Мы, наверное, будем завершать первую тему. Время просто у нас кончается уже, да. Я не думаю, что, Юль, мы ее завершим. Наши гости очень обрадовались, когда Андрей Леонидович предложил нам не сорить, а городу лучше убирать. В принципе, это совершенно логичное предложение, мне кажется. Так ведь и должно быть. Да, Елена Васильевна не сказала о том, что вы не сорите, а мы будем убирать. Это как раз меня, можно сказать, и смутирует немножко в этой речи, да, потому что город-то как-то выпал из этой борьбы. Дистанцировался от борьбы. Ну что же, я, наверное, еще зачитаю комментарий короткий из нашей группы ВКонтакте. Мы будем завершать комментарий от Екатерины. Патологическое отсутствие бордюров, ужасные обочины с грунтом. Отсутствие ливневки, круговорот песка в Кирове. Летом сгоняют бесполезные поливалки, после дождя слезает обратно. Зимой валят и размазывают по обочинам. Поэтому это не закончится никогда. Ну вот такое тоже женское слово, никогда. Давайте все-таки скажем то, что давайте это заканчивать как-то. Давайте заканчивать. Вместе с нашим часом. Ну что же, тогда давайте итоги голосования нашего подведем, наверное, в начале второго часа. Спасибо, это Николай Голиков. И Юлия Афанасьева. И мы вернемся через 20 минут. И сейчас новости и короткие программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова